Более тысячи метров дорожных и более 500 метров тротуарных бордюрных камней нанесена разметка. Спуск на улице Шефнера сегодня открыт для движения автомобилистов. Вскоре здесь появится даже разделительное леерное ограждение, а именно на участке от Всеволодосибирцева до съезда на Пушкинскую. Такое решение принято для организации более безопасного движения по этому сложному участку дороги, уклон которой самый большой во Владивостоке. Остались к выполнению работы по обустройству барьерного ограждения, которое будет разделять потоки встречного направления и нанесение завершающего этапа дорожной разметки. На сегодня эти мероприятия не препятствуют тому, чтобы приступить к эксплуатации участка уже сейчас, поэтому дорога была открыта для движения и мы видим, что активно используется нашими горожанами. Здесь заасфальтировано более 800 квадратных метров пешеходной зоны, уложено 10 тысяч квадратных метров второго верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Установлены трубы и лотки системы ливневой канализации, заменены люки и решетки инженерных коммуникаций. Безусловно, по участку с таким уклоном движение грузового транспорта запрещено и не может быть возможным, поэтому знаки соответственно установлены и сверху, и снизу при заезде на данную улицу. Более того, водители предупреждены о том, что данная дорога может быть скользкой и необходимые дорожные знаки в соответствии с правилами дорожного движения также размещены здесь. Масштабные дорожные работы ведутся сегодня в разных районах города. Так, на 95% выполнены работы по монтажу системы ливневой канализации на участке улицы Борисенко от спортивной до школьной. Однако, здесь до сих пор сохраняются гигантские пробки, так как на этом участке по сей день нет асфальта. Завершающим этапом должна стать укладка дорожного полотна и благоустройство объекта. Об этом доложили главе города Олегу Гуменюку во время его рабочей поездки на улицу Борисенко. Мы вас по-человечу предупредили. Вы приехали. Месяц прошел. Вы сейчас мне будете объяснять, почему вы это не сделали. Приступить к финальному этапу работ подрядчик не смог из-за того, что Примводоканал не выполнил своих обязательств по восстановлению нарушенного водоотводного канала. В связи с этим ограничения движения на Борисенко вынуждены продлить еще на две недели, до 25 ноября. Мы видим, насколько это было забито годами, но то, что было, то было. Это 2012-2014 год. Но мы будем это делать и хорошо, что у нас есть отношения с водоканалом. Представитель подрядной организации отметил, что для оперативного завершения ремонта асфальтирование будут вести параллельно с восстановлением водоотводного канала. Отметим, что ремонт на этом участке по Борисенко – первый из трех этапов работ по восстановлению ливневой системы. В следующем году ремонт продолжат. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.